Всем большой привет, дорогие мои подписчики и обычные зрители Ютуба. С вами, как всегда, на Мах. И сегодня мы будем проходить дополнение к Думу, опять-таки от моего коллеги Тесакью, с кодовым названием CD-двор. Я не знаю, чем руководствовался автор, дав своему ВАДу такое название, но, по его словам, ВАД этот, это сборка из недоделок работ других мапперов. Таких, например, как Мемфис, поправьте меня, если я ошибаюсь, Киров-13, Чейнганер и кто-то еще, прошу прощения, забыл я что-то, ваш ник. Играть мы будем с Бруталом, точнее попробуем под Айвадом Плутония на сложности Ультравайленс. Ну что же, поехали. Как обычно, Тесакью у нас с дизайном постарался. И что это такое? Мне кажется, или это новые монстры? Синие Лост Соулы. Наверное, замерзли, бедолаги. Ничего. Сейчас мы их досогреем. Музыку, думаю, сделать чуток погромче, поскольку здесь вместо музыки похоже, что Эмбиент. И похоже, что из Плейстейшного Первого Дума. Блин, такая ностальгия. Да-да-да-да, это оно. Это тот самый Эмбиент, который в свое время заставлял кровь леденеть в моих тогда еще молодых совсем еще венах. Да каких там, блин, молодых в 7 лет играл? Хе. Первому Лост Соулу подсрачник мы прописали. Эт. А вот и не попадешь. Она тебе еще. Оба-на. Гляка. Согрелся пассажир. Ты такой резкий, да? Ну-ка, сюда иди. Ой. Ха-ха. Ой, лол. Вы только посмотрите, какая в канале это сразу началась. Так-так-так. Давайте-ка, пожалуй, этих перестреляем с винтовки, чтобы они нам много ХП не снимали. Как правило, в Вадах Тесакью проблем с патронами не бывает. А вот со здоровьем это запросто. Ну, вот как у меня сейчас. 55% жизнедеятельности. Ну, че это такое вообще? И теперь, когда мы зачистили стартовую локацию, давайте-ка осмотрим это помещение, попутно стыбзив пару аптечек. Бочка. Какого хрена? Они в 20-й версии Брутала от удара ногой не взрываются. А она должна была отъехать назад? Что за дела? Что не так с этой игрой? Что не так со мной? Ладно. Дубль 2. Айт! Да ё-моё. Че-то в этот раз у меня не получается так удачно отражать атаки этого засранца. Иди ты сюда, бать твоё! Опа! Зефирчик. Здравствуйте. Потрачим. И вторая потрачена. Заодно и бочки взорвали. Зато, блин, остались без патронов. Бывает. Хотя нет, у нас же шатган есть. Подобрали мы его в самом начале. И теперь, я надеюсь, мы наконец-то сможем осмотреть стартовую локацию. Без всяких опасений, что нас что-то подорвёт, расчленит и сделает с нами прочие противоестественные вещи. Похоже, что мы попали в какой-то адский замок. Судя по тому, что над головой у нас небо, находимся мы в своеобразной проходной. Здесь, видите, такая пещерка с кровью на потолке. И как она оттуда не выливалась, всегда интересно. Вот всегда интересовал этот вопрос. Наверное, с самого детства. Здесь у нас рожа, похоже, что начальника этой конторы. Факелы. В общем, всё оформлено в достаточно потустороннем стиле. Берём соулсферку и давайте-ка сразу создадим слоты сохранения Гозза. Когда ты так делаешь, ты меня волнуешь. Несмотря на то, что Дум, по идее, тормозить не должен вообще, от него порой, точнее, от дополнений Дума, лагает не комп, а сам движок игры. Оба-на! Здрасте! Второй пулемётчик. Ах ты ж, дрянь такая! Взорвись там, проклятый помидор! Умри! Но! Немножко мы здоровье потеряли и ещё немножко наоборот стырили себе. Давайте-ка попробуем пулемёт забрать. Ай! Блин! А сок-то тут консервированный. Голова в тек... Что, простите? Да пошёл ты! Ну что же. Так, вот это, по идее, телепорт, через который я прибыл. Но мне он похож... Мне он больше напоминает какой-то деревенский толчок. Серьёзно. Но не похожа эта конструкция на телепорт. ещё и лампочка в центре для тех, кто плохо в темноте видит. Ну что, креативно. Эмбиент из PlayStation Дума. И неужели я слышу топот паука из PlayStation Дума? Он, похоже, где-то за стеной. А что нам скажет карта? А ни хрена. Ну-ка, бочка. Твоё бать! Ну вы видите, что происходит, да? Вот это, по-вашему, Дарбальда? О-о-о-о. Пулемётчик раз. Пулемётчик два. Потрачено. Бочка, взрывайся. Помидорчик, умирай. Второй помидорчик скопустился. Здоровье с него снять не смогли, но мы его, собственно, и не потеряли. Запрыгиваем на бочку. Аккуратно. Вот так. Немножко поджарим себе ягодицы. И знаете, в этот раз мы сможем достать второй пулемёт. Паук, значит, у нас за стенкой. Я только хотел бочку послать, чтобы она там всё проверила. Ну-ка. Паук-лох! Смотри, а! Выжил! Я ж помню такой прикол. Он ещё в ТНТ был на шестом уровне, если мне память не изменяет. Ну-ка, сдохни! Не. Ох, этот замечательный звук из PlayStation Doom'а. На самом деле, моим первым Doom'ом был не компьютерный, а PlayStation'ный. Так, Рахнотрон, можно я вас убью? Белая плазма? Оу. Интересный молодой человек прописал нам лобешник. Так вот, PlayStation'ный Doom был моим первым Doom'ом. С этого у меня началось знакомство с этим замечательным олдскольным шутером. И поэтому, когда я подсел на компьютерный Doom, Doom'ом показался мне каким-то поначалу несерьезным. Именно, что несерьезным. Потому что даже нет, не то, что несерьезным, не атмосферным. Ох ты ж, ё-моё! Ух ты! Ёжики тут пришли мешать под ногами. Да на, получи! Минуточку. А ну-ка! Плохая собака! Хо-хо-хо-хо! Просто как Tyson их раскидали. Видели? И показался мне этот Doom каким-то неатмосферным. Потому что вместо привычного хоррорного эмбиента там была лёгкая 16-битная музычка, являющаяся переработками различных треков известных групп металистов и рокеров. например саундтрек с 18-й карты 2-го дума Бочки радости называется назывался то есть в оригинале Alice in Chains или группа так что ли называлась. Но в любом случае музыка хоть на тот момент-то 16-битная была замечательной. мне оригиналы вот тех же E1-M1 куда больше нравятся в исполнении различных металистов-любителей. Хочется выразить им отдельную благодарность за то, что они создают такие замечательные металл-каверы в особенности некто известный как El Gitter Tom. Ну ладно, немножечко Дани металистам нашим любимым отдали. Теперь вернемся к PlayStation Doom непосредственно. В вопли монстров там были более атмосферные, музыка там была точнее вот этот ambient более пугающим. И плюс ко всему там была фича, которой к сожалению в компьютерном Doom нету. На многих уровнях первого Doom да и второго тоже, начиная по-моему со второго эпизода, который был полу-адстский. Снаружи на улице из-за стен повсюду подымалось пламя. Анимированный скайбокс. Даже сейчас анимированный скайбокс-то не везде встретишь. И когда это пламя шло еще и плохая собака, ты дашь мне договорить или нет? И когда это пламя шло еще и в такт эмбиенту, получалась атмосфера потусторонности. Как будто музыка играет для огня. Не знаю, но в тот момент своим упоротым мозгом мне почему-то именно это навевалось. Так, огневые точки из пулеметчиков мы зачистили, что не может не радовать. Кто еще хочет комиссарского тела? мост сделанный в каком-то средневековом стиле, на мой взгляд. Интересный подход. Оба ревенант. Тихо-тихо, швабра. Ты пока не стреляй. Сагрился. Тайок кардай-бабай. Иди сюда, бать твою. Смотри-ка, невидимые ежики. Не каждый день такое увидишь, и не в каждой сказке. Блин. Швабра там с кем-то подрался. Давайте его замочим, что ли. Че он тут бродит, блин. его лунная походка никуда не годится. Тем временем, давайте-ка прочекаем. Может быть, можно к пауку попасть в секрет. Хо! Братюнь, да у тебя тут пулеметчик был. Ты его че, в заложниках держал, сволочек? Я так думаю, кстати говоря, что если бы не брутал, то звуки оружия... Да, этот замечательный вопль ревенанта. Который к тому же сопровождался кошачьим мявом характерным. Ёбарды, театр! 2% жизнедеятельности. К счастью, у нас тут есть немного аптечек. А ты-то откуда пришел? Ё-моё! Смотрите-ка, какие монстры пошли. Прям какой-то, не знаю, даже как и сказать-то, стелс! Так, где последний сейф-то? 22, 33, 22, 54. А, тут еще и за разные дни. Ну да, все правильно. Потому что вчера я тоже пытался заснять этот вад, но почему-то он стал дико лагать на одном моменте, и после него тоже. Я думал поначалу, что это из-за Арчвайла, хотя каким хреном он мог просадить фпс до трех, что-то какая-то нездоровая в общем ерунда произошла. А ну отведай моего маленького дружка, ублюдок бать твоё. Гляньте-ка, пацанов позвали. Помидоры с района, понимаете ли. А вот и ежик. Ты чё у нас, прозрачный что ли? Ничего. Капли крови выдадут твоё местонахождение. Ковбойская дуэль. Моя реакция оказалась быстрее в этот раз. Умри! Первый потрачен, второй потрачен, а там ещё целая ходла бежит. Да нифига себе пассажиры. Какая вас тут куча-то мала. На получи. Замечательно. Блин, зачем я это сделал? Надо пожалуй включить прыжки. Потому что наступить в лужу и умереть это как-то не комильфо, согласитесь? Но прыжками я буду пользоваться пожалуй только для преодоления вот таких вот глупых препятствий. То есть пользоваться ими так, чтобы не получать значительного преимущества. А то там сразу читер, неканоничная. Может быть такое, да. Хотя обычно думеры народ лояльный. Одна большая дружная семья. Я двустволка и бензопила, которая где-то потерялась. Ну что вы там танцуете-то, блин, танец белых лебедей? Сюда идите. Потрачено. Секретки какие-нибудь в мосту есть? Поезжу и найду. нету. Пока секреток нету. Оформление продумано просто до мелочей. Вот посмотрите. Вот это вот кирпичное подземелье. Кстати говоря, новые текстурки с серыми черепами. Факелы здесь расставлены и тоннель непрямой так извивается легонько. здесь разлита какая-то яшка видимо деактивированная уже и здесь подземелье плавно переходит в шахту или даже нет в крепостной ров какой-то странный с потолком блин. Только вот крепости не видно. По краям все облицовано деревом и здесь нет такой стилистической ошибки когда деревянные текстуры лепит на границу с лавой. Но она же их прожжет как бы запросто. Такое на самом деле даже создатели Первого Дума сделали. Если кто помнит на четвертом эпизоде и второй карте там такая фигня была с негорящим деревом. Хотя с другой стороны может оно заколдовано как демонической энергией. И да мы еще не ходили вот в этот поворот. Посмотрим что у нас тут. ой-ой-ой какие-то подлагивания неприятные были. Да взорвись ты! Ух и хрена себе! Да на получи! Лучи сказал получи распишись. Сколько сержантов то понавалило. Целая казарма тут была. И там я видел наверху пулеметчик плясал в клетке який стриптизерши. В чем я застрял? Марк! Ну серьезно что ли? В чем я мог застрять? Первый пулеметчик пошел точнее ушел. Третий пассажир. А не второй. Он тут один был. Смотри-ка. Интересно рокет лаунчер мы находим тем временем ракеты к нему. Ох не нравится мне эта дверь. Слушайте бочки именем Кармака именем Декорейта вас прошу. Может вы не взорветесь? Слушайте они не шутят. Опа! Хе-хе-хе-хе А у меня же берсерк есть. Точнее руна берсерка я могу сделать вот так нихрена себе там у кого-то бомбануло. А где снаряд? А пофиг. Уходим на перегруппировку. Даже одному солдату иногда бывает полезно уходить на перегруппировку. Зачем я делаю? Сейчас Арчвайл его воскресит все равно. Арчвайл выжил скотина. И целился он не в меня походу. Что ты творишь? Че этот наркоман делает? Давайте понаблюдаем. Арчвайл барошу жарит. Что он тебе сделал? Что он тебе ох мать твою. меня за что? Ну ка иди сюда. Давай 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 смелее. убили арчвайла зажигалка получила свое кого там опять сожрали ты что жив еще всех по воскрешал убили блин а вот собственно и те самые подвисания о которых я говорил пока к счастью просадки небольшие да в чем я застрял вы серьезно что ли пассажиры а но это вообще не камильфо но вроде как в этот раз мы обошлись без серьезных лагов и арчвайл нам малину обделать не сумел но вы видели какая там мясорубка произошла по ходу я знаю что произошло когда один из баронов выстрелил он взорвал бочку с детонировавшие бочки купили нашу любимую зажигалку поэтому он так обиделся на козлика как можно было обижаться на такого красивого накачанного мужчину хотя хрен его знает этого арчвайла оба на смотри-ка он меня там искал в стене вот это лол и до проседания все таки начались ну будем надеяться что они хотя бы не усилится собираем патроны пока оба а ты тут как оказалось здрасте и до свидания лети отсюда это все потому что я жирный все потому что я слишком много поел да но блин пора на диету садиться походу и значит это адское подземелье привело нас в какую-то лабораторию дайте догадаюсь ученые здесь напортачили и в результате получилась вот такая вот загогулина например что на месте лампочек появилась адское пламя с кровищей из земли факелы выросли ну и прочая такая же небольшая перестановка мебели произошла по всей лаборатории сохраняйся гоза когда ты так делаешь ты меня волнуешь там у нас какой-то выключатель да ладно опять стиль плейстешного дума опа а вот и двустволочка замечательно двустволка наше всего ну кроме бензопилы конечно тут у нас вообще пол потрескался наверное танцевали слишком усил усиленно это выключатель да что-то по моему взорвалось где-то или нет но экран тряс очень такие основательно здесь у нас выломанная дверь за ней что-нибудь есть нету приседания по умолчанию по моему отключены хотя кто его знает о лол они включены ну ка посмотрим может тут секретка какая есть эта дверь даже не ведет никуда какой-то сортир начали строить и не достроили ладно выходим из этой комнаты лагов ты откуда приветик откуда не берутся лол что тут за какая-то ферма лост-соулов да еще и замер что замороженные лост-соулы тут опять я слишком жирный да что ты пошел ты не понимаю что здесь произошло но у меня почему-то кошмарно залагало на этом моменте тем временем фпс планомерно падает и мне это не нравится мне это ой как не нравится товарищи тихо здрасте ох ёбарный театр нет ну почему опять какие-то непонятные лаги идут будем надеяться не все таки пропадут а то я так по глупому уже потерял 40 хп с хвостиком 11 fps 12 ну хотя бы играбельно пока еще идет дай мне получил ёбкарный баба я даже вернуться от этой фигни не смог не это не дело господа это ни разу не делаем печаль беда серьезно я не знаю что тут делать хотя может быть если покопаться в настройках brutal doom options количество крови что мы можем поставить реалист и не был дженитар вот вот что надо было включить ёкарный бабай а я то но блин теперь по идее лагать должно меньше потому что все эти трупы гильзы и прочая дрянь со временем будут пропадать ведь правда будут баба сзади сзади подкрались какой раз уже за эти попытки прохождений ко мне пытались подкраться сзади ёкарный бабай аж жутко становится по поводу ориентации монстров приветик давай давай поджарь там своих ну ты же можешь уже манкубус ты должен жить манкубус жги баловайшник ну ладно убили его так и не дав ему хорошенько позажигать снайперским дробовиком выносим пулеметчиков ну можно заодно вынести и зефирчиков я слышал что когда гильзы падают в воду начинаются серьезные лаги отстанет меня скример недоделанный сбоку в экран появился давай оба папа приветик а я ему иди отсюда нафиг елки наталки я понял нельзя позволять пулеметчиком открывать огонь умри пожалуйста спасибо что соблаговолели сдохнуть ублюдок пойдем по другому ответвление здесь я помню сержанты за углом прошлый раз они меня нехило приняли но в этот раз я уже знаю кто здесь есть подземелья и лаборатория перешли в обычную адскую пещеру столь обычный пейзаж для этих мест может секретка чё за кишки полетели я чуваку голову отбил походу это не кишки были были мозги этого интеллектуального зомби это ключи ты и моталки да по-хорошему мне стоит опять попробовать способ какой нибудь увеличить fps но рад уж я обещал писать ну выложить то в конце концов этот вад хотя бы начать его блин проходить по-нормальному то обещанные я выполню вот ты это я вообще сейчас сделал очень большую глупость на самом деле да умри дай и у меня почти не осталось патронов для бродовика это конечно печалит меня опа есть немного умри там внизу еще паукан бродит скотина да сдохни ты еще один ну что все желающие отхватить закончились еще не совсем я понял ваш план ну иди сюда иди сюда засранец на тебе коленом под зад на и массаж головы ботинком ой что перезарядка не вовремя да как я тебя понимаю невидимый имп ё-моё второй невидимый имп сзади еще где-нибудь невидимые импы есть или невидимый кибер или что-нибудь получше а то как-то скучно идет легко играется хе 47 процент это твоё бать ну вот тебя не хватало хотя знаете пейна мы выпилили просто моментально все-таки какие-то подлагивания есть очень неприятные 20 фпс когда глядишь стенку ну что это такое он так виснуть не может это явно гост за а вот ты первый пассажир которого нам желательно бы освободить вы в кого стреляете ну-ка не трогать заложника я его прикрою на получи патроны кончились не беда у меня еще есть джонни бать твою вставай да я тоже рад тебя видеть зеленая жопа ну-ка а ну-ка привет а ну-ка получи поли его джонни джонни мочи паздакал числа и баляки брыгат о блядки аааааа я вижу патроны для дробовика они радуют мой взор как никогда фуг горыный театр лагометчик появился и где-то сдох жирный ну пожелаем ему удачи в воскрешении вот это я сейчас большую глупость сделал вы даже не представляете насколько это может и представляете а ты у нас как оживился надоешь удачи пожелать больше не буду желать я свою ошибку понял я получил джонни бать твою куда ты лезешь он жив мы должны помочь ему мы должны прикрыть его получили перезарядочка джонни сзади со всех сторон ухты слушайте амар пехта отжигает не по-детски давай взрывайся и мы закончим с этим я сказал закончим нифига джонни да он просто молодчага только вот пулеметчика сзади не заметил бывает обычная рассеянность творческих личностей ничего особенного этого братью не спасем ну насколько это возможно спасем ухты я вижу здесь какие-то руны прям знаете что-то попахивает немножко всяким фэнтези ну да ладно про дизайн тут особо говорить больше нечего все круто а вот эта локация на мой взгляд выглядит довольно бедновато на самом деле потому что а хотя нет что-то я погорячил скорее всего мне просто не нравится сочетание вот такого коричневого и серебристого камня но с другой стороны на все воля автора как говорится оба на оба на смотрите-ка какие пассажиры там нарисовались оп эту сферку мы побережь я что подобрал ее твоя бать я же вроде старался вплотную к стене бежать чтобы соус ферку не украсть ненароком но получилась такая неприятная загогульная сохраняемся нормально все дар баль но откуда ты бать твою вылез почему такие лаги я не понимаю насколько я помню 20 версия brutal дума была куда более оптимизированная чем остальные помню мы с ветераном даже на alien вендете играли это залагала только когда в кадре было одновременно по моему штук 200 монстров зажигательный ты наш пассажир может быть все таки дело в компе может надо почистить реестр опять не знаю короче если кто знает почему такие проседания fps могут быть в гвозди это чё за адский унитаз прикольно если кто знает от чего могут быть вот эти вот проседания непонятные ухты интересный подход к приборам ночного видения то напишите пожалуйста в комментах каким образом можно fps поправить а то сами понимаете 24 там 30 это норма но вот когда их становится двенадцать и ты блин элементарно не можешь попасть из дробовика в зомби простейшая цель то это согласитесь вообще не круто ну спасибо хоть что до восьми до трех не падают это хорошо вообще какая-то явно нездоровая ерундистика да плаче оп не попал получебать твое третий пассажир не попал косой ублюдок все козлики закончились что-то ежики остались еще часы ежиков не будет выжившие есть нету и не будут прыгать а хрен его знает были ли разрешены прыжки точнее разрешены ли прыжки автором в воде то они почему-то включены по умолчанию но по-моему я прошел немного читерским способом так что вернусь к я назад вот это значит локация с манку бусами стреляю стреляю подбираем миниган не понял минуточку вы видите худ 0 пуль а видите миниган написано что их три сотни что-то тоже какая-то нездоровая ерунда хотя гос за вроде проверенная так сказать тертая уже нормально все с ней было а дела у нас идут тем временем как нельзя лучше пока что 221 процент жизнедеятельности и и сейчас будет много процентов брони кто там появился я чё-то не понял откуда невидимая стена что ли где есть или там кто появился блин кровь жжется не камильфор йокарный бабай блин валим неприятный сюрприз доп ну ё-моё что не так кто ты тогда получит твое взорвись до хрят драйся пожалуйста овощная бригада нарисовались на получай зря я двусловку на него просрал потому что патронов для дробовика опять нету что-то мне этот знак напоминает как будто не доделанная эмблема квейка как-то вот так вот похоже чё когда получи сюрпризе разбоку пулеметчик я понял когда получаю надеюсь оттуда скелетка мне не припрется нет он там по полочкам шастает тут по идее стекло но я почему-то через это стекло успехом стреляю согласитесь какая-то непонятная ерунда первый помидор салат пошел второй помидор в салат пошел и патроны на исходе что может быть прекраснее чем еще одна коробка патронов оу кажется миниган будет нашим основным оружием живем и ты получи и а просто снайпер с гатлингом и еще раз снайпер с гатлингом ладно посмотрим что у нас здесь тесная но при этом открытая локация всегда любил такие штуки вроде как и просторная улица а вроде как и завалено все каким-то барахлом нифига кто-то еще выжил отлично где-то сержант был с этой стороны сержант потрачен заберем у него винтовку потому что она нам пригодится пойдем пока назад попробуем сюда нет это не секретка тут что-то ничего не работает ага опять у нас лабораторные установки на фоне адского логова надо первым гасить языка потому что здесь они невидимые или тут некоторые невидимые вот это я что-то не понимаю немного и хрена си секретик иди отсюда ё-моё секретик блин киндер сюрприз яйцо в яйце блин стреляет яйцами вот это я понимаю секретка даже как-то напугал немного либо что-то не так с самим вадом читал я на форуме что в темке жаловались многие на то что вад долетает не запускается запускаться то он вроде запускается как вот какие-то нездоровские совершенно лаги на нем идут отдай пушку ну блин не хочет отдавать пушку зараза ну и ладно не хочу общаться с жадинами собираем еще патроны у нас есть что да было немного патронов для дробовика здесь соберем бронежилет не на дизайн конечно класс вот это немного напоминает уровень тнт под названием хэк точнее его миниатюрную копию а это что такое по идее это должно быть сталактитом но это больше похоже на заготовку для какой-то люстры серьезно не важно в конце концов особо что это такое вот это у нас такой фонтанчик местный интересный вкус интересный и я прозевал этот выключатель а это даже не выключатель похоже гляньте-ка это у нас в такой ритуальный бассейн нажимается из пасти у этого сатира значит льется кровь ладно интересное применение выключателю в качестве декоративного смесителя блин водяного кровяного в нашем случае ой да зомби пошли вы проверю-ка я что у меня здесь пулеметчиков тут я обокрал а ну-ка взорвитесь лохи здесь что красный крест или да это у нас по ходу станция первой помощи которая превратилась в какую-то потустороннюю хренату сомневаюсь что в лаборатории были такие книжные шкафы и деревянная стационарная аптечка стационарно это ладно такие еще в третьем думе встречались но деревянная это что-то из ряда вон выходящее было бы ёппарный театр у меня есть маленький сюрпрайз но он всего один нет у меня нет сюрпризе я пошутил от получи все плохо это идет как все плохо по fps у получили еще получи а ты нихрена себе паркурщик тебя случаем не лейту тренировал из 13 района запрыгнул тут видели оба на песик получи еще один пассажир ушел обзорвись ты точнее сдохнет хотя если ты взорвешься будет много мяса много жареного мяса можно будет приготовить отличный шашлык умри опять меня заблочил труп зомби что это не работает похоже что кто-то потерял здесь компьютер на котором играл во что он играл не знаю и вен хоризон наверное а фиг бы с ним опять у нас красиво инкрустированные древесины и стены пещерные пещере значит располагается какая-то адская база нам сейчас нужно будет зачистить всех этих мерзавцев привет пассажир не то извини я не ты же не в обиде ты где отлично да 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 я тоже что-то слышал это был не я пулемет кровища кусается просто повсюду какая-то неприятно а папа аккуратно джонни что ты творишь джонни фух кажется он выжил хотелось бы в это верить это что прозрачный hell night ё-моё я уже ничему не удивляюсь там у нас наверху небольшие разборки давайте-ка немного поучаствуем папа а ну-ка поаккуратнее пассажир взорвалось интересное вот всегда так сейчас я разберусь вот с этим молодым человеком все косточки посыпались замечательно и закончу свою мысль вот никогда не понимал что это за такая хреновина какой-то горящий треугольник обогренный кровью и на нем сверху лежат черепа вся эта конструкция висит в воздухе а в некоторых ванах она еще и так плавает вверх вниз никогда не понимал что это за хреновина если кто знает коллеги думеры объяснить хотя насколько я помню через консоль она вызывается командой сам ман канделябы подсвечник но подсвечник это немного другое отличное просто сохранение за секунду до того как я получил варалу давайте лучше пересохранимся а то вдруг в следующий раз я так сохранюсь перед невидимым кибером кстати у меня уже куча теорий на эту тему но кстати говоря возможно что fps глушились каким-то непонятным образом невидимыми монстрами хотя казалось бы что в них такого ты у нас думаешь открывается нет засан волкин я понял оба на да ладно вот это сюрприз а я и не знал что это хреновина работает можно было как секретку сделать не все-таки догадается что такой разломанный выключатель будет работать все сложился пассажир отлично надеюсь это хоть не кусается черничный сок у нас натуральный тихо 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 опять слышу я там хрюкают хрючелыми своими вонючими эти негодяи красивый интерьер ничего не скажешь больно ты получил еще получил руку отстрелю спускаемся вниз ой а может не надо съезжать я оттуда какой-нибудь кибер как выскочит кстати говоря он там по-моему вполне себе уместится но ты когда-нибудь опустишься твой убать это не лифт это просто декорация с движущимся вниз позвоночником ну блин а ведь я мог бы тут простоять целую вечность пока память на компе не кончится ничего так интересное решение с другой стороны это хреновина представлена супом из лиц лицевой супчик блин диетический понятно опять обычная лабораторная дверь чуть чуть более по-человечному вау это трех барона хотя я наверное уже всех задал балл своими просто восторженными воплями по поводу playstation вот думать но серьезно вы слышали вот этот раскатистый рев по-моему он барону куда больше подходит чем тот который которым его одарили в компьютерным думать да она получит ах ты жублюдок проклятый победа как все залагало то лаги 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 это у нас такой выключатель рунный интерес что что там так пролетело здорово оба ща поссориться ну как всегда победил паучок победитель блин по жизни прекрасно козлик потрачен теперь осталось убить пулеметчика который нам фпс сажает и паукана желательно расстрелять интересно ракета тут пролетит пролетит никуда не денется более того она еще и ваншотом этого паучка снесет да ученые здесь явно напортачили очень нехило только посмотрите на эти отвратительные рожи во что они вообще превратили эту милую лабораторию представить страшно и стены деревянные одна спичка блин и здесь все станет пуканом арчвайла пожарной безопасности у демонов никакущих вообще никакой нету может они конечно хоть и огнеупорные но все же хотя если они огнеупорные то это не объясняет почему все остальные даже кибер демон могут сдохнуть от попадания манкубуса странная какая-то огнеупорная здрасте зажигалка приплыли блин как бы тебя взорвать так танцевал бы свой дабстеп дальше остался бы вживой живое она живое все танцор хренов даже блин не знаю даже кибер пляшет получше здесь у нас какая-то секретка есть здесь у нас секретки нет какой-то канализационный сток он там лежит шотган даже не знаю что дороже патроны или здоровье блин все штуки я поджарился ну ничего с кем не бывает наверное все таки нужно было сэкономить здоровье потому что патроны тут вроде дают хорошем количестве так это что дала я думал от синяя дверь она так просто открылась по ящик из клейка строгий тут посылочку потеряли свою нормально все теперь строгий эту посылочку никогда не найду а может и найдут что это был за звук обалдеть здесь что звуки присвоенные не только монстром и некоторым предметом но и сектором то есть вот это как бы трансформатор который издает гудение здорово придумано эта дверь а вот и ни хрена открыто открыто но мы сначала пойдем туда где дверей нету забавная конструкция с пандусами что тут на вездеходах что ли катались чё тут все так поломано как будто трактор проехал странный канал ёппарный театр тут все деревянное вообще-то дядя сгоришь тут с тобой так вот тебе чтобы не курил в неположенном месте нелинейность просто зашкаливает по-моему я еще не дошел до конца того канала ага здесь у нас выходит типелерт и это балкончик в комнате с лицами опять лабораторные детали оставшиеся тут со времен пребывания UAC хозяевами этого места а знаете на самом деле я не удивлюсь если монстры тут ничего не захватывали приперлись яйцеголовые к демонам и сразу говорят так говорят вот вам вот вам вагон мяса и за это вы нам разрешаете проводить тут эксперименты вешать свои телевизоры тут застраивать все лампочками дверями фонарями ну а демонам такое положение дел не особо то и понравилось ой зачем лезть то со своим вкусом в чужой дом правда хотя и поступили они в таком случае подло им заплатили да еще и целым вагоном мяса они сожрали и даже не поблагодарили ну кто так делает да какие то вообще пошли непонятные лаги но пока еще раз повторяюсь играбельно минус а второму помидору пофиг вот это настоящий марксист пофигист блин проснулся будь спок товарищ слоупок потрачено вернемся назад куда переть то не сначала можно туда потом сюда потом давайте так сначала я исследую вот эту локацию здесь тем более что дверь за нами закрываться не думает это означает что мы сможем вернуться к началу локации в любой момент и надрать задницы всем выжившим опа тихо 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 а ржака граната перезарядка ошибочка вышла отдать на пауче твою бать это и патроны как-то быстро кончились хэл хэл найт такой наверное да хватит меня убивать задолбали хэдшот правда здоровье мы этим не пополнили ну да ладно опять лабораторные двери и здесь уже все как-то выглядит менее потусторонние прислушайтесь тут реально какой-то есть звук от компьютера или трансформатора механизм какой-то работает лабораторный ой да ладно все равно это только путь сократит особых преимуществ не даст ну понятное дело тут нужен красный ключ а его у нас нет тут у нас стекло оказывается было надо же вот такие стекла полупрозрачные изначально тоже были по-моему фишкой плейстейшного дума ёп твоё бать ты шинкабрелец жирный облёдок эм дядя молодой оба на это была отличная попытка побега на троечку а как он ну блин косоглазый джо попадает из револьвера в летящую муху если фиан а если трезвый то вообще никуда не попадет так и я сейчас блин здрасть ох ёхарный бабай три фпс а чё там такого то было оооо ё-моё ну это вообще не дело ну и что блин компот два фпс не вы извиняйте господа но так играть это просто ни себя не уважать ни подписчиков это жесть какие-то просто дикие были проседания фпс давайте пожалуй остановимся на той позитивной ноте, что собрали мы здоровье зацапали себе броньку и стоим перед дверью вот с этим вот жирным негодяем с огнеметами в руках да, на этом пожалуй первую часть прохождения объявляю закрытой спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал, ставьте лайки оставляйте комментарии и большая просьба если кто знает, напишите пожалуйста что это за ерунда с фпс именно с этим вадом или именно с бруталом и что можно сделать, чтобы количество фпс увеличить еще раз всем спасибо, всем хорошего настроения и большого фпс пока-пока